МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншавау воинов и ветеранов Узбройных сил, а таксама усіх суайчыннікау с Днем оборонцу Айчыны и с тагодзем Узбройных сил Беларуси. Гэта свято увасабляе героичные подвиги наших суайчыннікау и праемнасть лепших традиций служэння своей краине. Мы гонарымся мужнастю беларускага народа, проявленной у боротьбе з немецко-фашистскими захопниками, биражлива заховываем память об загинувших. Зудячнастю вспоминаем доблесть военнослужащих до военного переду, фронтовиков, солдаты, офицеры у червоностяжной беларускай военной округи, якая стала основой Узбройных сил нашей суверенной дзержавы, говорится у Віншаванні. Александр Лукашенко отзначу, что сёння Украине створена профессийная доброоснащанная армия, якая сдольна не толькі гарантоваць бязпеку Беларусі однешніх агрессора, алея з'являється внутренним стрижнім дзержавнасті. Керовник дзержавы Піракананы, што у Беларусі Узбройные силы за усёды будуть надзейным гарантам обороны миру, стабільнасті і бязпекі. Мітэнг з ускладайнім кветок, выстава боевой техніки і урачысты сход сёння у Гомері означаюць Дзень оборонців Айчыны і стагодзі Узбройных сил Республіки Беларусь. На мероприємствах побываў Олег Сінцерову. На урачыстым мітэнгу, каля меморіала «Вечный огонь», керунькі в області і города, ветераны, працунькі громадскіх об'єднанняў. Для шматка госприсутных гэта не просто агульна національна свята. Ніхта служив в Озбройных силах рані, і ніхта заявляюцца военнослужачам зараз. 77-гадовая Валентина Ляшчынская на мітэнг пришла з фотосдымком своєго бацькі. У 41-м яго празвали ў Чарвоную армію. І гэта была адзінна інформація, яку ўведалі родныя. Амаль 70-годзів знайсі документа близким чалавеку спрабавала яго дачка і ў речці дасягнула сваёй мэты. Документ ў мене. Младші палітрубка Сючэнка Міхаил Прокофьевич, палітрубка Стрелковой роты. Пагиб без власті в 41-м. Нашлі документы. Я прошу музей Великой Отечественной войны поместить мне фотографии туда і документы сканировані. Великая Отечественна война была бадай самым значним обопробуванням для узбройних сил теж от тих, хто принял 1-й удар немецкой армії. Бойцы белорусской, тады заходній военні округи. Сьогодні об подвігу червонарміців нагадують сотні помніков і монументів, які установлены у городах і вёстках Гомецкой області прозвищами герою, названая вулицей. Хоч казали, сьогодні не тільки обминуло, выстава воєнній техніки завсюди викликає інтерес у гомельчан. Тут нема нових і поколіше сокретних распрацовок, але і тое, що знаходзіться на пляцовці іскраве підтвердження. Білорусская армія, гарант стабінності і суверенітету державы. Не обйшлося до речі, на гэтый раз і без традиційної солдатськай каші, яка завсюди користалася особливій популярністю у гомельчан. По великій прахунку, гэта так само своясобливий символ армії, історія якого налічує не одно дісті годзі. Солдатська каша, на гэтый раз двох видів, гречневая і ячная. Обо двох випадках, внутрі так само моркву, тушонка і алій. Адмовіцца такої ежі просто немагчима. На выставі, яка разгорнулася областным громадсько-культурным центре, уся 100-гадовая історія узброєнних сил. Декрет Совета народних комісаров зброєння Червоній армії був підписаний 15-го студене 1918-го годом. 23 лютого – це дата, коли армія сподівала наступлення кайдзі русських військ. На приконці 1918-го були утворені Мінська, а потім заходній воєнні округи. У 1926-го округа почала називатися Белорусській. У той час на гомичені побували багато відомі воєнні начальники. Проходил службу в 1923-м году в деревні Сирот, будучи маршал Победы Георгий Константинович Жуков, командувал кавалерийським эскадроном. Дальше у нас комдив Гай служил. Здесь 7-я кавалерийська дивизія стояла в Гомеле. Тарновський-Тарлецкий возглавлял 6-ю чангарскую кавалерийську дивизію, которую в своє время брала Крим в 1920-м году. Она була перегислоцирована сюди. По долгу служби неоднократно бывал Семен Михайлович Буденый. Урочистый сход ященна подстава нагадать історію беларуских узброєнних сил і назвати імінно тих, хто воєвав під час великої очіни і виконував інтернаційний долг у Афганистані. Сьогодні у Беларусі створена компактнає мобільна боєздольна армія, яка відповідає усім потребуванням часу і заявляється гарантом воєнної безпеки держави. Офіційна урочистовці у Гомель завершається урученням обласному воєнкомату сертифіката обласного виконавчого комітету на 50 тисяч рублів для розвиття матеріально-технічній бази комісаріата. Олег Сентіров, Ігор Маришченко, Телерадокомпанія «Гомель». Мужчин-водітелів со святом сёння повіншували дзяўчіны у формі супрацовніці дзяржа от інспекції. Узмах жезла і машина пастухмяно зворочуває на обочину. Водітель протягує документы, однак причина припынку оказывається нестандартной. Жанучий екіпаж дає, віншує ауто владальніка з днём оборонцю айчіны і уручає подарунки. Поздравляємо мужчин с цим праздником, дарємо їм небольші сувеніри, желаємо їм всього самого хорошого, тось саме главне нарушать правила дорожного движення. Даречі у «Гонор» 23-го лютаха Белстата публіковаў дадзіныя пра беларуса. Утак, у нашій країні мужчин паранейшаму менш, чым жанчын, а маль 4,5 мільйоны. Для життя большість выбирає город, причым кожны п'яты столичны жахар. Больше як 80% занятыя ой экономіцей. Ствараюць сім'я беларускія мушчыны у сярэднім у 28 гадоў. У Беларусі пратягваецца правядзенні суботніх телефонных ліній мясовых уладаў. 24 галютага зваруты громадзян будзе прымаць першы намеснік старшыні гомельскага абылы канкама Александр Вікторович Мекалуцкі. Нумар телефона 33-12-37. У гомельскім гарвы канкамі прамую лінію правядзе першы намеснік старшыні Александр Иванович Сівакоў. Звертацца трэба па нумары 75-63-33. Прамая ліній будзець працаваць з 9 до 12 гадзін. Запастіся цярпэнням на цэлы год прайшлося дзетям, батькам і супрацовнікам ясля ў сада нумар 4 у Веццы. У пачатку минулага года установа аддукацій выиграла ў конкурсі м'ятцовых ініціатыв с праектам «Утульны дворык» знаходка для здароўя. І вось ў знагорода три фізкультурно-оздароўленчыя комплексы з'явіліся на тэрытурі дошкольны ўстановы. За першымі выпрабаваннямі горак і арэля ў назірала Наталя Капрыленка. 120 дзетей наведываюць гэтыць дзетячы садок. Сучасная фізкультурно-оздароўленчыя комплексы прышыся па душы выхаванцам ўсіх узроставых груп. Дзеті доўга чакалі адкрыця комплексыў з канца лета назіралі за установкой абйёмных конструкцій. Цяпер знову вернуцца ў дзетячы сад хочыць навед школьники, былы и мясовы выпускнікі. Бо тут цяпер ёсь навед полновартысная фітнес-пляцовка. Бацькі ў прыемным здеўлэнні кажуть, наведы не сподяваліся, што их дзеті змогуць займацца і гуляць на сучасных агаловно-экологічных і баспешных пляцовках. Цяпер прызнаюцца, дзетей саду ў вечыры будзе забрать складані. Нравится горки, лазить, ножки качаюць, по дорожці здоров'ю бегаюць. Ну, вообще, вот приходим за ребёнком, даже старшим деткам интересно покататься. Вот. А тебе как? Как тебе площадка? На первые дни открытия комплекса у дитяшья дошкольная установа означала свой 35-й день народжения. Лепших о подарунку не придумаешь. Займацца на пляцовках дзеті змогуць і в выходные дні у спеціализованных групах. Вот эта площадка у нас для дзетей, она называется «Поиграйка для дзетей 2-3 лет». Деток, которые ходят в наш дзетский сад, и которые придут в будущем в наш дзетский сад. Следующая площадка – физкультурно-здоровительной направленности. И следующая группа у нас озорные непоседы. Это площадка выходного дня, туда будут ходить, мы надеемся, дети и бабушки, дедушки. В выходной день им будет чем заняться, и каждому найдется дело по душе. Дитяшая радость и захопление – лепшая узнагорода для усіх удельників проекта, саденичне неразвитю на мясовому зрунні Республіці Беларусь. Инициативу «Утульний двор – знаходка для здоровья» подтримала первичная профсоюзная организация филиала Веткавского дорожнобудовнішого управління номер 185. Разом яны змогли перемахтши у конкурсе «Инициативу», яке спонсируються Европейским Союзом и выконываються программой развития ААН. Несколько лет учреждения нашего района принимают участие в различных проектах, связанных с международной деятельностью. Это могут быть проекты организации объединенных наций, Всемирного банка Европейского Союза. Стоимость этого проекта – более 11 тысяч евро. И могу сказать, что в том случае, если есть желание у руководителей учреждения образования, то нет ничего невозможного. И вот те детские площадки, те игровые комплексы, которые мы сегодня видели, я думаю, будут являться большим подспорьем в обучающем воспитательном процессе в данном учреждении. Также призываю и всех остальных руководителей активно участвовать в этой работе. Усе комплексы будут працовать для детей выхованцев и их старейших братов и сестер бесплатно. У выходные во установе плануются организовать занятки для детей с батьками, як платную послугу. Наталья Капрыленко, Валерия Гапанько, телерадио-компания «Гомель», Ветковский район. Классика сучасности фольклор. У Гомель пройшов концерт творчого союза пяти талиновитых музыкантов, инструментального три Алирыца и дуэта баяниста «Не баян стайл». На сцене Палаца культуры чигуночников разгорнулася музычная программа, где разностайные техники и стиль излучились в одиное мелодичное полотно. Дуэт баяниста выканал классичные и народные творы у сучасной аранжировцы. Своей виртуозной игрой молодые артисты передали глядачам целую гамму почутцев от глубокого смутку до нестримной веселости. У свою чаргу тонкая почутчо рытму и на звычайный национальный колорит перетворили гучание инструментов у руках у дельника утре Алирыца у игру саправднага оркестра. Даречжи, аутрами многих компазиций з'являются сами выканалцы. Суместное выступление музыканты постарались наполнить творчей импровизацией и гумором. Шуточные коллажи, веселые номера, то есть общение со зрителем. Вы знаете, на сегодняшний день зрителям не хватает все-таки юмора, какого-то счастья, такого внутреннего, знаете. И вот наш стиль – поднимать настроение, чтобы люди выходили с концерта, радовались жизни и знали, что все у нас прекрасно. На совместный номер, наверное, все-таки... Готовились уже давно. Готовились давно, да. И вдохновителем был Андрей Сочнев из Трио Алирица. Он предложил сделать номер на произведение Дербенко, композитора российского. Это получилось интересно очень. И у зрителей на концертах это имело успех, поэтому мы решили... Внедрили свою программу. Продлить, да. Союз творческий, внедрили этот номер в программу. Концепцию сожского карагода сбираются кардинально поменять. Про это журналистам, поведом и ухалоунный режиссер фестивалю Петр Свярдлоу. По его словах, все лета заплановано грандиозное открытие свято на площади Ленина. Тут хочется усталевать трехъярусный 40-метровый павильон, у яким разгорнится массовое танцевальное действие. Модульная конструкция дозволит назирать программу открытия с любого места на площади. Так само, першиню на фестиваль плануется запросить великий танцевальный ансамбль з Ирланды и артиста у белорусского балета. Так само, организаторы не выключают макчымасти провести подчас сожского карагода конкурс фольклорного танца у Веццы. Гомельская лыжня 2018 не отменяется, але переносится. Нагадаем, мероприемство было заплановано на завтра, але его отклали за несприяльного прогнозу на дворья. Организаторы по ранейшому запрашают принять удел усіх жадаючих, але простыдень третьего соковика. Про докладный час старту мы поведомим поздней. Оранжевый уровень небеспеки с замоцных морозов обвешаны у Беларуси 24-го лютого. У ноч субботы на неделю температура поветра по краине складе от 14 до 20 градусов ниже за ноль. По полночі будзе до минус 24, у особных районах Витебска и Минской областей до минус 29. У гомеля экстремальных морозов не чекается, у субботу будзе до минус 7 у день и до 11 у ночи. У неделю дённая температура складе минус 10-12, у ночи до минус 14. Самыми холодными будзе ночи на понеделок и ауторок до минус 20 градусов. Воголе наступный тыдень будзе характеризоваться саправды зимовым надворьям со снегопадами и навод мятелицей. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершенный, далей у эфиры де-факта и спортивный агляд. А я с вами развитвуюся, я шы раз усіх мужчин со святом, до новых состречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факта. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сегодня по всей стране прошел единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным». Тема выбрана не случайно. Достаточно высокое количество аварий на дорогах республики случается из-за нарушений правил обгона. Так, на территории Гомельской области за 2017 год по этой причине произошло 8 ДТП, в которых 5 человек погибли и 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Выезд на встречную полосу, на участке дороги, где это запрещено, привел к 28 дорожно-транспортным происшествиям, в которых 11 человек погибли и 45 получили телесные повреждения. Напоминаем, что за нарушение правил обгона предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком до 1 года либо без лишения. С сегодняшнего дня до 25 февраля сотрудники госавтоинспекции Гомельской области будут проводить массированную отработку автомобильной дороги М5 Минск-Гомель, используя гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением требований правил дорожного движения. Наряды ДПС будут выставлены на местах, имеющих повышенную вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий. Два пакета на свае изъяли правоохранители у несовершеннолетнего гомельчанина. Парня 2000 года рождения задержали на Прутковском рынке. При себе он имел более 6,5 килограммов на свае в нерасфасованном виде. В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Ему грозит выплата штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. В Петриковском, Мозырьском, Брагинском районах зафиксированы подтопления. Однако проезд легкового и грузового транспорта на подтопленных участках автомобильных дорог возможен. Жизнедеятельность в прилегающих населенных пунктах не нарушена. Но на Припяти возле Петрикова уровень воды близок к опасной высокой отметке. До ее достижения остается 8 сантиметров. При суточном росте – 1 сантиметр. В ближайшие дни, в связи с сохранением морозной погоды и усилением ледообразовательных процессов, на отдельных участках рек возможны резкие суточные колебания уровней воды. Такой обзор событий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Лучшие дважды довели свои атаки до голевого завершения. Точные броски на счету Киречка и Аникина. Зубры ответили голом Печура. В третьем периоде Масленников установил окончательный счет матча. 5-1 в пользу Столиваров. Завтра Гомель и Металур кочным противостоянием завершат регулярный этап чемпионата. Игра состоится в областном центре. Команда Центрального района Гомеля стала победителем областного этапа республиканских соревнований по хоккею. На призы президентского спортивного клуба «Золотая шайба» в дивизионе А в младшей возрастной группе. В традиционных соревнованиях юных хоккеистов приняли участие пять команд. Они представляли все районы Гомеля, а также Жлобин. Напомню, что в дивизионе А выступают дружины тех населенных пунктов, где есть крытые ледовые арены. Победу одержали юные хоккеисты Центрального района областного центра на втором месте Железнодорожного. Замкнула тройку сильнейших дружина Новобелецкого района. Команда «Победитель» представит наш регион на финальном этапе соревнований, который состоится ближе к концу марта. Сильнейшие юные акробаты страны соревновались в Гомеле. В областном центре прошло первенство Белоруссии. За награды спорили более 120 спортсменов возрастом до 19 лет. Медали разыграли в пяти дисциплинах женская и мужская пары, смешанная пара, женская трио и мужской квартет. Первенство в Гомеле собрало сильнейших акробатов. Хозяева соревнований, воспитанники Гомельской из дюшор номер 4 в числе фаворитов. По итогам этого старта будет формироваться команда для участия в международных турнирах. Это первенство является отборочным и предварительным перед чемпионатом мира, который пройдет в апреле в Бельгии. И в этом чемпионате мира примут как юниоры участвовать будут, так и взрослые спортсмены. Вся национальная команда. В Гомельском дворце водных видов спорта в эти дни проходят областные олимпийские дни молодежи по плаванию. На турнир приехало 10 команд со всего региона. Это почти 260 спортсменов. В числе фаворитов пловцы центрального района Гомеля, Светлогорска и Жлобина. Однако спорт тем и интересен, что на пьедестале почета может оказаться каждый. А на кону, кроме медалей, путевка на республиканский турнир. Соревнования Олимпийские дни молодежи Гомельской области являются отборочными соревнованиями на Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь. По итогам этих соревнований будет сформирована команда из 12 мальчиков и 12 девочек, которые будут представлять нашу область на республике в городе Пинске, которая пройдет в середине марта. Имена всех победителей областных олимпийских дней молодежи по плаванию станут известны завтра. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин